Двуязычие на улицах города – проблема, которую то и дело обсуждают не только в Латвии. Название улиц на двух языках в соседней Литве довели в Вильнюс до суда. Правительство считает, что таблички с названиями «не на литовском» противоречат нормативным актам. И когда самоуправление отказалось их снять, дело дошло до суда. Сегодня прошло первое слушание по делу. Но истец, представитель правительства Литвы Вилда Вайчнина, отмечает, таблички с названиями улиц «не на литовском» не только противозаконны, но и могут разжигать ненависть. Однако в Вильнюсской думе с этим не согласны. Мы обсуждали этот вопрос с Государственной комиссией литовского языка. И там нам рекомендовали сделать таблички с традиционным национальным орнаментом, чтобы каждая табличка выглядела как отдельный объект искусства. Так мы и поступили. Жаль, что комиссия изменила мнение. Город представил 9 табличек с названиями улиц на иностранных языках в честь нацменьшинств, которые когда-то проживали в отдельных частях города. Они дублируют названия на литовском. Однако, по мнению Вайчунина, эти таблички не могут быть причислены к элементам экстерьера. В СМИ и комментариях жителей я вижу много ненависти на этнической почве. И многие люди обратились к нам с жалобами. Размещение этих знаков создает разрозненность в обществе и не делает город дружественным. Напомним, что проблема надписей на нескольких языках в Литве возникает примерно с той же периодичностью, что и в Латвии. Однако, чаще всего споры возникают насчет подписей на польском. Поляки составляют порядка 7% населения. С использованием русского языка проблем меньше. Анастасия Дьяконова, Латвийское телевидение.